Очень многие ждали, очень многие просили, очень многие хотели. Я сняла видео про свой повседневный макияж. Всем привет, меня зовут Люба, и сегодня я расскажу про то, как сделать максимально натуральный, естественный повседневный макияж, который подойдет в школу, в университет, на прогулку, свидание, на разные случаи жизни, в общем-то. Поэтому предлагаю начать, желаю всем хорошего просмотра. Первым этапом я использую фиксатор, всегда перед макияжем, не знаю почему, ввела это себе в привычку, и по моим ощущениям, таким образом макияж держится дольше. Мой любимый фиксатор от MAC. Честно, по цене я сориентирую, но однозначно не хуже и более бюджетный вариант от Influence Beauty, увлажняющий. Его цена там 400 рублей, плюс-минус 100 рублей. Перед нанесением макияжа буду использовать фиксатор от MAC, а уже закреплять макияж буду фиксатором от Influence, потому что, на мой взгляд, он придает лицу какое-то сияние, и я люблю эффект сияющей кожи, ни в коем случае не матовый. И именно этого эффекта я добиваюсь при помощи увлажняющего фиксатора от Influence. Следующим этапом у меня идет тональный крем. Раньше я использовала вот эти два тона BB крем от Herborian. Впоследствии я выяснила, что именно он является причиной возникновения комедонов и прыщей на коже моего лица. И вот этот тон от Givenchy я использую тогда, когда на моей коже меньшее количество высыпаний или я хочу более стойкое и плотное покрытие. Но на данный момент я нашла для себя однозначный фаворит. Это BB крем от Yadah. Если правильно произношу бренд, использую его с большим удовольствием. Уже месяца полтора даже в запас купила себе закрытую упаковку, чтобы если вдруг он закончится, у меня всегда был в запасе. Тут у него в крышечке идет консилер, который я уже благополучно использовала. Как вообще наношу? Сперва консилер до нанесения тона и в последующем обычный консилер. Для нанесения тона я использую специальную палитру от Manly Pro. Выдавливаю на нее тон, точнее нужное количество тона. И приступаю к нанесению. Я беру, набираю совсем чуть-чуть пальцем и точечно наношу на нижнюю часть лица. Люблю начинать снизу, чтобы не перегружать кожу. И начинаю прихлопывающими движениями тушевать тон. И я наношу тон именно прихлопывающими движениями. То есть не размазываю, не растягиваю кожу и работаю исключительно участками. Потому что когда я выдавливала тон сразу на лицо, да, и размазывала по всему лицу, я не замечала такого результата и финиша, как при нанесении участками. Не знаю, в чем суть, в чем секрет, но почему-то это работает именно так. И далее иду также участками небольшими. На самом деле вообще отучила себя наносить большое количество тона, потому что дальше буду работать консилером точечно, точно так же участками. Потому что большое количество тона очень сильно подчеркивает все несовершенства кожи. И об этом я узнала очень поздно, как мне кажется. И когда я проработала нижнюю часть лица, точно так же, по точно такой же схеме, я перехожу на лоб. Далее я перехожу к консилерам. Сейчас покажу одни из любимых. Наверное, главный мой фаворит это NARS. Далее, последнее мое открытие, это консилер от Seven Days. Но почему-то тут очень-очень сильно стерлась упаковка. Эссенс, использую его уже года 4, наверное, или 3. Тоже очень хороший, но как-то решила открывать для себя больше новых позиций, поэтому теперь пробую все подряд. Недавно бренд Deborah, не знаю, как правильно произносится, прислали мне свою рассылку перед Новым Годом. Очень-очень сильно понравился, сегодня буду использовать его. То есть я наношу вообще его почти везде, да, дублируя с тоном. Обязательно сюда, сюда, вот сюда, под глаза. Я прям не наношу, потому что потом консилер собирается в складку, и выглядит это не очень красиво, на мой взгляд. Чем мне понравился этот консилер? Во-первых, удобный формат, да, не знаю, почему все говорят, что это не генично. Вы же в обычный консилер тоже тыкаете кисточку, которая наносится на лицо, и почему бы и нет. Мне очень понравилось в нем то, что, когда я наношу его на кожу лица, у меня есть такая полезная привычка, тоже лайфхак. Многим на заметку, если вдруг вы замечаете то, что ваш консилер не перекрывает погрешности на коже лица, наносите консилер, оставляете его на 30 секунд-минуту, да, и потом тушуете. Все. Консилер успевает схватиться на коже, и, соответственно, продержится целый день, прикрыв все недостатки. А этот консилер, он как будто бы впитывается в кожу лица, и при всем при этом параллельно подстраивается под цвет кожи. Возможно, сейчас на видео это не будет сильно заметно, но я это очень сильно замечаю. Тушую той же самой кистью для тона, по тому же принципу, не размазывая, а именно прихлопывающими движениями. Далее я перехожу к этапу контуринга. Сейчас покажу свои фавориты. Два скульптора, которые я использую на ежедневной основе. Первый от Геворга, самый классный, самый крутой до невозможности. Единственный крутой кремовый скульптор, за редкими исключениями, но тем не менее. И сухой скульптор Богам и Мама. Набираю небольшое количество скульптора на кисточку, не бледная. Она вообще для глаз, но мне очень нравится использовать ее для контуринга. Наношу под скулу, далее наношу над бровью, над виском даже можно сказать. Не наношу вот так, но именно вот это вот нанесение может сделать лицо худея. Потому что у меня в соотношении с телом лицо очень толстое. Меня это очень сильно бесит. Я вообще не знаю, что с этим делать. Вообще никаких мыслей нет. Также наношу на внешний уголок глаза, чтобы создать такой лифтинг эффект. Не знаю, мне очень нравится. То же самое дублирую на другой стороне. Нормально вообще. Одну нанесла ниже, другую выше. Ох, вообще! И не знаю зачем, но мне очень нравится. Я наношу постоянно прям на всю нижнюю часть носа. И начинаю тушевать. Я использую классную кисточку от Реалтехник. Очень мне нравится. С круговыми движениями. Вообще на самом деле в хаотичном порядке. По настроению. Тут я никаких правил, секретов не применяю. Просто на рандоме, знаете. Хуячу. Точно так же тушую все с правой стороны лица. Достаточно слим. И не забываю про нос. Чтобы не ходить с пятном. И далее сразу же я перехожу к сухой коррекции. Хотя моя подруга сказала мне, Эм, ты странная. Вообще-то сперва все делают кремовую коррекцию. Да, там румяна, консилер, скульптор. А уже потом сухую. А я делаю сперва кремовую, потом сухую. Кремовую, потом сухую. Кремовую, потом сухую. И так совсем. Набираю бронзер на кисть. И сразу об упаковку отряхиваю. Стряхиваю излишки. И вот так вот делаю. Не знаю, как это называется. Просто прохожусь кистью по лицу. Вообще, меня на обучении учили, что кисть у нас должна непрерывно рисовать тройку по лицу. Но мне это не нравится. У меня ощущение, как будто бы я размазываю продукт, тон под бронзером. Не люблю, короче. Если мне не хватает, прохожусь повторно. Очень люблю в завершении проходиться по веку остатками. Иногда даже бывает настроение не остатками, а знаете, чисто набрать и вот так вот сделать. Дублирую все то же самое на второй половине лица. И если я понимаю, что продукта мне не хватило, просто повторно прохожусь. И еще у меня тоже есть такая одна из привычек. Я зачем-то постоянно прохожусь полностью по носу. Ну, то есть... По носу. По носу. По носу прохожусь вот так вот. И в этом видео я хочу сделать распаковку. Кстати, больше распаковок, отзывов на косметику, на все продукты, которые вы видите в видео, вы сможете найти в моем телеграм-канале. И точно так же в моем телеграм-канале вы сможете найти чат, в котором находится уже более 1700 девушек, которые обмениваются опытом в косметике и делятся своими жизненными историями, делятся своим опытом в макияже и с радостью поделятся с вами. Итак, предлагаю открывать. Кстати, новые коробки, новый дизайн коробок золотого яблока мне как-то вообще не нравится. Единственное удобство было бы, если бы с ПВЗ, да, можно было бы вот так коробку забирать, чтобы там не по пакетам раскидывать, когда это на доставке курьером и на дом мне как-то не очень. Мои новые румяшки Dior, обновленные, которые. На самом деле, первая версия мне как-то не совсем понравилась, они у меня закончились, и я подумала, что раз уж не понравилось, нужно новые купить правильные, почему бы и нет. Они на самом деле выглядят просто шикарно, просто безупречно, упаковка, мне кажется, на миллион. Но оттенок у них, конечно, просто шикарнейший, особенно для блондинок, да, как я, очень-очень-очень-очень мне нравится. Так что сегодня предлагаю краситься именно. Вообще, я сейчас думала, чтобы нанести кремовую текстуру перед нанесением сухой, не бледную, но я сейчас понимаю, что если я хочу протестировать и показать вам румяшки от Dior, то придется наносить только их, что я и сделаю, потому что на самом деле в моменте с румянами как бы подложка это не критично и не обязательно. Это если в случае вы хотите сделать прям макияж, чтобы его было видно, подчеркнуть все, что нужно и не нужно, да, яблочки или на что румяна наносится. Поэтому сейчас будем наносить только румяна Dior, для того, чтобы было наглядно видно и понятно. Для нанесения буду использовать очень-очень классную кисточку от небледной, Дива. Набираю продукт и... Ой, а я... Ой, а прям хорошо. На самом деле, я не знаю, что с ними произошло, но я сейчас посмотрела на камере, я сейчас смотрю в зеркало, это выглядит роскошно, просто роскошно, просто безупречно и очень красиво. Я беру свои слова назад, в общем-то, про эти румяна. Прям вау! Точно так же наношу румяна на вторую половину лица. Чуть-чуть на лоб, чуть-чуть на нос, на подбородок. На самом деле, румяна я обожаю. Это одна из моих любимых частей в макияже. Я считаю, что ими просто невозможно переборщить. Их никогда не бывает много. И после румян я перехожу к не менее любимой части в макияже, это хайлайтеры. хайлайтерами я люблю прям обмазывать все свое лицо. Вот так вот, если можно сказать. У меня много любимчиков, много фаворитов. Начну, наверное, с первого и основного. Это Dior. Не менее любимый кремовый хайлайтер это Fenty Beauty в оттенке 01. Безумно обожаю, безумно деликатный, мелкодисперсный. Подойдет также для, знаете, повседневного макияжа, когда не совсем хочется, чтобы был виден хайлайтер ярко, но все же нанести что-то охота. Очень часто, когда я хочу и есть желание сделать хайлайтер очень-очень ярко выраженным на лице, я наношу сперва отдельной кисточкой не стюбика прямо, а хайлайтер от Fenty, а уже потом прохожусь, закрепляя сухой текстурой хайлайтером Dior. Но так как солнца сейчас нет и крашусь я только для видео, я нанесу только его. Вообще на самом деле я не могу выделить какой-то оттенок фаворитам. Я когда наношу вот так вот прохожусь кистью по всем для того, чтобы смешать оттенки и наношу хайлайтер следующим образом. Очень многие совершают ошибку, нанося хайлайтер вот так вот от височной части к яблочку. ну блин, это как-то не очень выглядит на самом деле, но на мой взгляд. И наношу вот прям совсем легонечко-легонечко веерной кистью. Мне больше всего нравится нанесение веерной кистью полирующими движениями, чтобы хайлайтер выглядел максимально естественно и именно полирующими движениями почему? Потому что таким образом переносится как можно больше продукта с кисточки. То же самое дублирую на второй половине лица. Чуть-чуть наношу прям совсем чуть-чуть осторожненько на кончик носа и достаточно часто я просто прохожусь хайлайтером по веку. Этап, который я на самом деле не хотела бы показывать на видео, потому что обычно как мы красимся тушью. Мне это вообще не нравится с эстетической точки зрения. Но расскажу про свою любимую тушь. Это термо-тушь от бренда Russian Beauty Guru. На самом деле я являюсь огромной фанаткой этого бренда. Перед началом нанесения туши я прохожусь керлером тут же можно без комментариев? Блять, вот не надо было говорить, я знала, что так будет! Нанесла тушь на один глаз. Это можно заметить, да, видно отчетливо. Она прям шикарна, при том, что своих ресниц у меня нет вообще. Только недавно исправила эту ситуацию одной сывороткой, про которую говорила в своем влоге. Можете его, кстати, тоже посмотреть, если кто еще не видел. Ну и, соответственно, те же махинации я проделываю со вторым глазом. Нижние ресницы я не прокрашиваю, потому что на моих глазах это сразу вот как будто бы, знаете, вот эффект паучьих лапок, а мне такое вот не идет. И далее я перехожу к этапу укладки бровей. Я использую один, единственный и мой любимый карандашик от Our Glass. С остальными карандашами у меня никогда не случалось такого мэтча, любви, и я понимаю, что да, он не бюджетный, но тем не менее я готова за него платить, покупать его снова и снова, потому что он мне правда нравится и подходит. Расчесываю предварительно брови щеточкой, и на самом деле я прокрашиваю только кончик брови вот такими вот легкими движениями, потому что графичные брови мне не идут и перегружать бровями лицо я тоже не хочу. Так что я просто заполняю какие-то пробелы к началу брови вообще не прикасаюсь. Тут вообще на самом деле я думаю, что объяснять ничего не стоит. Каждый укладывает брови так как больше нравится. Я на самом деле просто укладываю по форме. Многие зачесывают волоски наверх, но я считаю, что мне не особо так идет, поэтому только по форме брови. Сегодня хочу нанести просто прозрачное масло. На самом деле из всех продуктов от Небледной мне нравятся только масла. Они вот прям однозначно мои фавориты, потому что помадами опять же я не крашусь, а тинты для меня прям, знаете, вот такой вот поросячий розовый цвет, мне такое не идет. Ну, и завершаем уже точно и наверняка мой макияж фиксатором от Influence. На самом деле очень капризный дозатор, то есть в сравнении с MAC, у MAC он просто безупречный. Очень-очень деликатное распыление, если можно так сказать. А вот этот очень сильно плюется и прям струей вот так вот. Поэтому его я использую исключительно на дальнем расстоянии. На этом мое видео подходит к концу. Хочу поблагодарить вас за просмотр. Буду очень сильно благодарна за оставленный вами комментарий, поставленный лайк и подписку на мой канал. Также не забывайте про мой телеграм-канал, в котором я пишу про все бьюти-новинки, все отзывы на продукты, которыми пользовалась в этом видео на массу дополнительных продуктов по уходу за кожей лица, для декоративного макияжа и многое-многое другое. До встречи в новом видео! Субтитры создавал DimaTorzok